Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Тверского региона ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков. По версии следствия, двое братьев приобрели дом в одной из деревень. На территории участка они построили сооружение площадью около 100 квадратных метров, где оборудовали производственный цех. Закупив специализированное оборудование и реактивы, злоумышленники изготавливали наркотики для последующего сбыта крупными партиями через тайники закладки. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники при слове поддержки отряда специального назначения ГРОМ задержали подозреваемых. При обследовании помещения лаборатории изъяты контейнеры и емкости с порошкообразными веществами и жидкостями. Кроме того, обнаружено различное оборудование, денежные средства, портативная техника и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Согласно результатам химического исследования, в изъятых образцах содержится мефедрон. По предварительной оценке, общая масса обнаруженных наркотических средств составляет свыше 50 килограммов, а объем наркосодержащей жидкости – более 7 тысяч литров. Старшим следователем отдела МВД России по Лихославскому району возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Ситуация с наркотическими закладками заставила обратиться в патрульную службу дачников близлежащего к Твери пригорода. О ситуации в лесном массиве третьего километра, равно как и района поворота на поселок Авакумова, Сахаровского шоссе, мы уже рассказывали в патрульной службе. 22 марта мы встретились с председателем СНТ Перелески Дмитрием Павловым, который сообщил, что члены СНТ подписали обращение к начальнику МВД России по Тверской области Петру Пырху. В этом обращении мы просим генерала принять меры по данной ситуации, потому что опасаемся за жизнь своих детей и самим страшно ходить по этой тропинке, потому что лица, которые приходят забирать закладки в неадекватном состоянии, ни на что не реагируют, угрожают. Лес, примыкающий к дачным кооперативам, стал для распространителей наркотиков золотой жилой. Наркоманы круглый год практически, и днём, и ночью делают закладки, потом приходят и собирают. Закладки делаются на полностью всю длину тропинки, вдоль тропинки, до остановки общественного транспорта. Весь лес вдоль тропинки перекопан. Не останавливают наркозакладчиков и наркоманов ни жара, ни морозы. Ни многочисленные дачники, идущие по этим лесным тропинкам. Копают и днём, и ночью. Местные рассказывают, как убегали от наркоманов, которым показалось, что кто-то посигнул на их добычу. Такая ситуация чревата другими преступлениями. И об этом на недавней пресс-конференции в УМВД говорил сотрудник управления уголовного розыска. К сожалению, у нас, да, закладки происходят сейчас в СНТ. Очень много, большое количество было до этого, крайней мере. И наркоманы, они туда приходят, лица, точнее, употребляющие наркозависимые, приходят туда и могут заодно, грубо говоря, и совершить преступление. Дачные кражи у нас уже участились, потому что тащат всё подряд, всё, что плохо лежит с дачных участков. Сейчас народ приедет, и я думаю, что количество обнаруженных краж увеличится. Чтобы отпугнуть наркозакладчиков, кооператив осветили. В смысле, повесили фонари. Машины ставили у нас вот здесь, в начале леса, рядом с тропинкой. Мы для того, чтобы хотя бы чем-то их напугать, сделали освещение на улицах. Вот у нас висит фонарь. Фонарь. Фонарь пытались разбить, уже били, я не знаю, чем. То ли снегом кидали, то ли палкой били по датчику движения. 22 марта обращение дачников направлено к главному полицейскому области. Через считанные дни сюда массово поедут люди. Начинается страда. Начнётся она и по стаившему снегу у наркоманов. Люди опасаются за свою жизнь и ждут от правоохранителей реальных действий.